Каждый год хранит память о знаковых событиях и 2023 не исключение. В уходящем году было немало важных дат, фактов, побед, которые стали основой всех событий за последние 12 месяцев в Солигорском районе. О самых важных из них в подборке, посвященной итогам 2023 года. Если не весь, то уж точно большая часть 2023 года в Солигорске прошла под знаком юбилея. Подготовка к важному событию началась задолго до праздничной даты, а в последние выходные августа шахтерская столица масштабно отметила 65-летие Солигорска и 65-летие градообразующего предприятия Открытого акционерного общества «Беларуськали». В торжествах приняли участие жители города, гости из разных уголков нашей страны, делегации городов-побратимов, представители администрации президента, руководство облсполкома. Высокие награды, масштабная театрализованная программа, презентации достижений, выставки, выступления известных артистов. Праздник получился ярким и красочным. Все понравилось, ярмарка красивая, концерт, хорошее поздравление. Поздравляю родной город, я в нем живу с самого детства, поздравляю с таким большим юбилеем. Всего ему процветания, здоровья всем людям и счастья. Конечно, мы уже успели построить немного концерта, нам очень понравилась хореография и все, что представляли. Поздравляю весь Солигорск с Днем города, это очень памятный день для всего Солигорска, поэтому желаю всем городжанам удачи, чтобы все у них было хорошо. Процветания, чтобы город рос все больше и развивался. Поздравляю с юбилеем 65-летия Солигорска, ура! Поздравляю с праздником наш город и всех жителей нашего города. Желаем всем счастья и здоровья. В сентябре Солигорщина с теплом и радушием встречала многочисленных гостей областного фестиваля ярмарки «Дожинки-2023». Праздник собрал аграриев из всех районов Меньщины. Честовали победители фестиваля ярмарки тружеников села и лучших работников агропромышленного комплекса области на главной сценической площадке на центральной площади Солигорска. На улицах развернулись тематические площадки, интерактивные зоны, торговые ряды, подворья, выставка сельскохозяйственной техники. Гостей радовала и каравайная площадка, где представили караваи и снопы нового урожая из каждого района Минской области. Завершился главный праздник участников уборочной кампании концертной программой, лазерным шоу и праздничным фейерверком. Опять Меньщина среди лидеров, опять Меньщина дала больше 1,5 всего урожая, каравая нашей страны. И на самом деле видно, что сработали просто выше своих сил в многих хозяйствах, чему подтверждением сегодняшней награды самым лучшим передовикам сельского хозяйства, которые, собственно говоря, позиции занимают выше, чем в других областях. В 2023-м Солигорск принимал вторые игры стран СНГ по вольной борьбе. Солигорчане и гости города получили уникальную возможность посетить одно из самых крупных спортивных мероприятий года. На ковры спорткомплекса «Шахтер» вышли 86 спортсменов из 12 стран. Это представители Беларуси, России, Бахрейна, Азербайджана, Армении, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Вьетнама, Пакистана, Туркменистана и Таджикистана. Лучших определяли в 10 весовых категориях. Завершились игры соревнованиями по вольной борьбе среди женщин, участие в которых приняли команды из 9 стран. Солигорск достойно принял участников игр и, помимо размещения, предоставил им возможность познакомиться с городом и его знаковыми местами в ходе экскурсионных программ. Вот эти соревнования, которые проходят в Солигорске, да и в целом во всех 10 городах нашей страны, даст новый итог развития всех видов спорта по стране. 1 июня на внеочередной сессии Солигорского районного совета депутатов был утвержден в должности председателя Солигорского районного исполнительного комитета Анатолий Ладыга. Депутатом и активу Солигорщины нового руководителя района представил председатель Миноблсполкома Александр Турчин. Губернатор отметил деловые качества Анатолия Ладыги, в частности его педантичность и умение обращать внимание на мелочи. До назначения председателем Солигорского райисполкома Анатолий Ладыга возглавлял Тлецкий районный исполнительный комитет. Мы смотрели на все сферы жизнедеятельности, в которых будет комфортно проживать людям. Соответственно, это не только высокие показатели, а за высокими показателями это финансовое благополучие и, соответственно, это экономика любого региона, который будет усиливать и Минскую область, и Республики Беларусь. Республика Беларусь 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 Субтитры подогнал «Симон»